здравствуйте в эфире программы интервью с вами надежда балдакова и сегодня у меня в гостях священник антоний проняев и матушка юлия проняева здравствуйте здравствуйте рада приветствовать вас и зрителей нашем замечательном храме не так давно на рейска епархия приняла участие в праздничных мероприятиях посвященных дню семьи любви и верности были организованы тематические мероприятия в том числе семейная беседка которая является одним из ключевых событий большого епархиального фестиваля традиционных семейных ценностей любовь спасающая расскажите пожалуйста об идее создания этого фестиваля для кого он проходит и как давно проводится на риске ну история создания фестиваля началась несколько лет назад когда мы увидели как подобные мероприятия организуются в других городах нам тогда очень понравилась эта идея проведения такого большого семейного праздника для всех жителей города и то с каким воодушевлением с каким интересом люди в этом участвуют то что мы увидели это были действительно интересные культурно-массовые мероприятия посвященные теме семьи организованные на различных центральных и значимых городских площадках и программа этих мероприятий как правило было рассчитано на один-два дня в течение которых люди могли приходить участвовать вот таким интересным образом проводить свой семейный досуг и воздохновившись этими замечательными интересными примерами мы подумали что было бы здорово попробовать начать делать что-то подобное но не формате одного-двух дней а посвятить этому целый год в течение которого проводились бы различные мероприятия семейной направленности результатом этого должен быть какой-то большой концерт подведение итогов награждение всех семей участников вот собственно так и родилась идея создания и проведения большого ежегодного фестиваля семейных ценностей и традиций которые получил название любовь спасающая если говорить о целях то прежде всего это конечно популяризация традиционных семейных ценностей которые сегодня переживают очень непростые времена и все мы видим как порой целенаправленно они разрушаются и делаются попытки подменить их какими-то ложными ценностями и вот этот фестиваль призван объединять людей готовых вот эти традиционные здоровые ценности защищать ключевое мероприятие фестивале это семейная беседка на которой прихожане могут пообщаться со священнослужителем на различные темы расскажите пожалуйста о чем общаются обсуждаются ли темы священного писания и как происходит теплое и открытое общение одно из ключевых мероприятий фестиваля это семейная беседка хотя изначально таковой не являлась сперва это была просто такая площадка для подготовки семей к одному из конкурсов но когда первый фестиваль прошел участники беседки уже настолько сблизились что было решено этот проект не закрывать продолжить его уже в новом формате и вот таким образом семейная беседка обрела характер еженедельных воскресных встреч приходских семей прихожан с участием священнослужителей на базе на базе нашего храма великомученицы варвары в толнахе темы самые разные это и семейные традиции и многочисленные церковные не церковные праздники которые всегда объединяют это различные мастер-классы это конечно совместная подготовка к очередному фестивалю конечно же обсуждаем разбираем толкование священного писания бывает что предлагаем людям самостоятельно предлагать какие-то тем очередных встреч которые больше всего волнует но и общая тематика семейной беседки это христианский брак богословия брака семья с точки зрения церкви какие еще мероприятия проходят в рамках фестиваля как можно в них принять участие программа фестивальных мероприятий она распланирована в течение всего календарного года еженедельный проект семейная беседка это семейная творческая мастерская в рамках которых объединяется вся семья потому что это одно из условий участия чтобы участвовали все члены семьи которые объединяются где мама папа детки за каким-то общим мастер-классом лекториям также это в течение года мы проводим беседы со старшеклассниками о семейных ценностях о традициях семей в городах города нари школа города норильска и это мероприятие которые так или иначе способствуют объединению всех членов семьи фотоконкурсы кульминации фестиваля является неделя православной семьи которая проходит у нас в сентябре она приурочена к второй дате прославлению благоверных петра и февронии эта дата переходящая поэтому сама неделя она у нас не в числе в этом году эти даты приходятся 16 по 22 сентября это семь дней каждый из которых назначен той или иной ценностью семейной ценностью мне хочется сразу их назвать это понедельник мужество и отцовство женственность материнства супружества семейные традиции преемственность поколений родительство детства и мы отсюда можем увидеть вот эту целостную картину всей семьи вот эту полноту где мы постарались через мероприятие фестиваля охватить все возрастные целевые группы которые хоть как-то имеют отношение к семье сейчас уже у нас завершается лето подготовка к фестивалю в самом разгаре расскажите пожалуйста на каком и на этапе и какие проводятся мероприятия можно сказать что сейчас уже финишная прямая нашего фестиваля потому что мы приближаемся к сентябрю кульминационному моменту это неделя православной семьи и в этом году ключевыми мероприятиями то есть у нас расширилась программа и ключевые мероприятия в этом году это два форума которые пройдут в рамках недели православной семьи первый форум женский что сказать над колыбелью это очень трепетная нежная тема где для молодых мам и мам уже состоявшихся раскроется тема что значит колыбель на почему так важно петь колыбельные детям как их правильно петь мы поучимся петь следующий форум это вообще такая ключевая до события во всем фестивале в сегодняшнем четвертом году это семейный форум семья образы любви он пройдет 21 сентября городской площадке молодежного центра города норильска запланировано шесть площадок которые созвучны тем дням недели который будет проходить с 16 по 22 сентября на эти площадки приглашены эксперты эксперты в супружеских отношений материнства отцовства детско-родительских отношений то есть мы постарались актуализировать те темы которые сегодня необходимы для того чтобы свои супружеские семьи отношения сплачивать отношения с детьми укреплять и самым таким трепетным искренним мероприятием будет выставка это у нас по семейному там где семьи организовывают оформляют стол показывают раскрывают все свои секреты семейного счастья говорят о своих традициях от тех моментов которые их объединяют и к вопросу о том как принять участие во всех мероприятиях фестиваля можно заходить на страницу в социальной сети контакт так называется наша страничка любовь спасающая 7 ценностях и традициях семьи поделитесь пожалуйста с нами свидетельствами реальных семейных историй когда подготовка и участие фестивале помогали людям преодолеть какие-то кризисы и принять важное для себя решение сохранить семью либо к сожалению как то возможно пойти разными жизни путями в самом деле такие ситуации возможны как вы сказали когда люди верующие могут по какой-то причине принять такое бесповоротное и однозначное решение расстаться по сути разрушить семью и такое к сожалению тоже бывает но гораздо чаще эта ситуация возможно в случае когда либо оба супруги неверующие все-таки либо один из супругов верующий другой нет ведь не случайно одно из препятствий для церковного брака это венчанный брак является именно неверие либо неправославное вероисповедание одного из супругов потому что заведомо такая семья этот брак лишается того фундамента который им дает общая вера и в случае каких-то кризисов которые всегда неизбежны шансов выйти из этого кризиса успешно у них будет уже намного меньше вера наоборот она всегда объединяет соединяет супругов уже на другом духовном уровне и порой это возможно единственное что супругов связывает между собой может уже ничего не остаться но остаться вот та общая вера которая их и спасет в конце концов и да у нас действительно были такие слава богу такие свидетельства когда именно так и случалось да на самом деле мы можем поделиться такими примерами свидетельствами это для нас такая великая радость и это нас вдохновляет дальше делать это общее нужное дело у нас есть пример одной молодой семьи их брак вот перешел на такую новую ступень и в семье появился первый ребенок младенец и с появлением ребенка всегда уклад семьи он меняется полностью и это испытание для супругов и кто-то проживает это более мягко кто-то менее и вот наши участники они к сожалению вот пришли к тому что они захотели расстаться то есть они поняли что вот это единственное верное решение но так как они уже записались участвовать все выставки это у нас по-семейному супруга подошла к мужу сказала вот давай поучаствуем выставки а потом уже разойдемся чтобы никого не подводить и в ходе подготовки к этому мероприятию где они выискивали свои традиции что их объединяет и делали семейные коллажи работали на тем как презентовать свою семью они в этом сплотились они поняли насколько приятных чудесных моментов они прожили вместе какую ценность для них просто несет их семья они друг для друга и это их спасло то есть они в подготовке не только помирились они до сих пор вместе они сохранили семью и вот об этом когда рассказали это для нас тоже было очень таким значимым значимым примером который вот мы для себя сейчас как вот берем как свидетельство того что это нужно делать продолжать этот год в россии объявлен годом семьи расскажите пожалуйста как этот факт нашел отражение в подготовке к фестивалю для нас это дополнительная возможность взаимодействия с муниципальными органами власти мы конечно и раньше всегда могли рассчитывать и получали всестороннюю поддержку со стороны администрации в вопросах организации фестиваля но этот год для нас пожалуй стал вышел на новый уровень взаимодействия мы действительно делаем одно общее дело и это позволяет нам в целом делать фестиваль много более масштабным и в завершении нашей прекрасной беседы чтобы вы пожелали нашим зрителям семья это дар божий это то что может давать и дает человеку счастье семью нужно строить это очень важная работа это великий подвиг и результат этой работы мирное и радостное сердце человека и хочется всем нам пожелать чтобы у нас были эти результаты те добрые плоды вот этой работы чтобы вокруг нас было как можно больше счастливых людей потому что только счастливые люди могут строить счастливую жизнь а счастье рождается в семье которая строится по закону божиим любовь спасающие это название нашего фестиваля и хочется пожелать чтобы любовь все таки спасала каждого в чью жизнь она входит чтобы для каждого понимание любви было глагольной формой не чувствованием тогда любовь действительно начинает спасать человека когда мы понимаем что любовь это значит действовать это значит любить матушка юлия отец антони спасибо вам большое за увлекательную беседу спасибо вам в эфире была программа интервью всего доброго